Меня зовут Виталий Виноградов, я живу в городе Алматы и если говорить в целом, то занимаюсь профилактикой ВИЧ среди ключевых групп населения по всему Казахстану. Это было в девяносто пятом году в городе Бешкек. На тот момент я учился в университете и работал стилистом в салоне красоты. Общаясь с друзьями, кто-то меня пригласил в центр СПИД на какой-то семинар, который проводил директор республиканского центра СПИД Борис Моисеевич Шапира и заместитель директора Ларисы Николаевны Божмаковой. Они пытались привлечь глобальный фонд в страну, а для этого нужно было работать с ключевыми группами. И они, понимая, что нужно работать с ключевыми группами, приглашали разных людей на свои собственные активности, которые сами и проводили, которые сейчас называются мобилизация сообщества. А на тот момент они сами занимались мобилизацией сообщества. И потихоньку, можно сказать, что вовлекся в профилактику ВИЧ. И на тот момент у нас были различные идеи. Одна из идей, например, была, что мы публиковали бегущей строкой. Тогда не было такого сильного интернета и так далее. То есть по телевидению, кабельное телевидение, бегущая строка, объявление, горячая линия для мужчин, практикующих секс с мужчинами. Звоните, если вы хотите узнать больше о ВИЧ, о тестировании на ВИЧ и так далее. То есть мы по вечерам сидели в Центре СПИД. Причем нас не пускали в кабинет, нам выносили телефон в холл, и мы сидели в холле на горячей линии. Вот с этого начался активизм, можно сказать. На сегодняшний день можно сказать, что активизм перерос в более серьезную работу. Потому что на сегодняшний день я работаю в организации, которая занимается научными исследованиями и, соответственно, участвую в таких больших проектах научно-исследовательских. И в том числе являюсь автором с автором научных статей, которые публикуются. Это мне нравится. То, чем я занимаюсь, это мне нравится. И можно сказать, что я являюсь специалистом в области профилактики уже с 95-го года практически, сколько лет. Но и часть моя – это просто общение с сообществом и нести какие-то базовые вещи относительно прав человека, относительно как им нужно общаться между собой, относительно снижения стигмы не только среди общества, но и среди сообщества. То есть вот такие вещи, они, ну, в целом дают толчок к тому, чтобы что-то делать и развиваться. Если бы мне спросили такой вопрос в 2010-м, в 2009-м или 2008-м году, я бы сказал, что в Казахстане вообще ничего нет. Извините. То есть на сегодняшний день есть. То есть и представлены многие сервисы и многие активности. Сейчас в Казахстане, ну, не сказать, что прям сильно было развито там активистское общество, но тем не менее на сегодняшний день в Казахстане, например, работают около восьми организаций по стране, которые занимаются профилактикой ВИЧ, которые поддерживаются в рамках разных организаций. Там ЮСАИД, глобальный фонд, фонд Элтона Джона поддерживает некоторые организации. То есть есть какая-то основа организаций, работающих в МСМ-сервисе и ВИЧ-профилактике. Помимо этого, то есть есть различные люди индивидуальные, которые занимаются своим собственным активизмом. То есть кто-то открывает бар, кто-то открывает какие-то активности, собирает группы, значит, там, клубы знакомств. Значит, кто-то организует, там, отдельные, там, группы поддержки. В ЕКОМ я являюсь индивидуальным членом. В ЕКОМе, ну, почему, почему являюсь индивидуальным? Потому что я всегда работаю в нескольких организациях. И на сегодняшний день я работаю в нескольких организациях. Вот первое – это научное исследование, это Центр изучения глобального здоровья в Центральной Азии при Колумбийском университете. Второе – это НПО, который выполняет Гранд Глобального фонда по, значит, компоненту доконтактной профилактики. Это Центр научно-практических инициатив. Ведь в целом я работаю в разных организациях и выполняю там разные проекты, как консультантом и так далее. И мне сложно, например, быть членом ЕКОМ от какой-то одной организации, потому что через год она может что-то поменяться. Ну, должен сказать, что благодаря Глобальному фонду, который работает в Казахстане с 2004 года, у нас просписаны ключевые группы как приоритетные для того, чтобы осуществлять профилактику ВИЧ. То есть в каждом Центре СПИД, в каждом регионе созданы дружественные кабинеты, которые непосредственно для ключевых групп. То есть любой человек, например, МСМ может прийти в дружественный кабинет и получить комплекс услуг. То есть имеется в виду, там, тестирование на ВИЧ, тестирование на ИППП, получить презервативы, получить любриканты. Если при положительном ИППП, он даже может получить лечение тоже бесплатно. Тесты Аманболы – это один из проектов, но он уже закончился. Это по проекту Элтона Джона мы делали тесты самотестирования, в основном для МСМ, но любой человек тоже мог заказать по всему Казахстану. То есть любой регион, любой аул, человек мог заказать себе тест для самотестирования. И мы в рамках этого проекта за три года распространили больше 10 тысяч тестов. И результат по тестированию был даже больше, чем работа Центра СПИД. Потому что когда мы делали презентацию, там, директор Центра СПИД сказал, что мы сделали миллион тестов и выявили только одного человека. То есть миллион тестов – это, ну, имеется в виду, грубо говоря, один доллар один тест на ИФА. То есть миллион долларов потратили для того, чтобы выявить одного человека. То есть мы потратили вот 10 тысяч тестов, разослали, и у нас была достаточно хорошая выявляемая, 7% у нас выявляемая была. И в целом, в принципе, у нас в плане профилактики все услуги для МСМ у нас сделаны. Единственное, что нужно прийти просто и обратиться. То есть ты получишь весь комплекс услуг. С 98-го года, или с 97-го, когда поменяли законодательство уголовное, больше никаких законов не вводилось. Причем ни дискриминирующих, ни положительных законов. То есть не было проведено. То есть были попытки у нас внести закон, подобный, как в России, по поводу пропаганды. Несколько раз были такие попытки, но они не прошли. Многие люди боятся, например, если человек попал на подставное свидание, но он боится огласки своей сексуальной ориентации, поэтому не подает заявление в полицию. И это, мне кажется, наверное, больше тоже работа с сообществом, потому что важный момент, чтобы люди могли, умели и хотели защищать свои права. Как бы они ни были нарушены, кем бы ни были нарушены. Просто потому что это общечеловеческая такая вещь. И, мне кажется, важно об этом тоже говорить. Но негативных вещей пока не случилось у нас. Попытки были, не случилось. Положительных вещей тоже не случилось. Например, я смотрю на опыт Украины, как они внедряют законодательство у себя. Потому что на самом деле то, что они делают, это делается сообществами. То есть они собираются, они обсуждают, они пишут законопроекты, они их внедряют через политические партии и так далее. То есть это такая общественная работа, которая и активистская работа, которая ведется как раз таки там. К сожалению, у нас такого на сегодняшний день нет. Потому что, ну, наверное, потому что, может быть, тот лидерский потенциал, который существует в Казахстане, пока еще немного разобщен. Но в целом, то есть люди абсолютно так индифферентно к этому относятся. Ну и поддержки, соответственно, тоже нет. В организации, например, есть гражданского общества, которое тоже поддерживает. Например, если там Бюро по правам человека, всегда, например, сделать консультацию, там неважно, из какой ты группы относишься. Но есть, правда, правозащитные организации, с которыми я встречался, которые ходят, например, люди религиозные. И на одной из конференций по правам человека я был, и один из лидеров этой организации говорил о том, что да, права человека для всех, кроме ЛГБТ. Слушайте, ну это значит, либо нет прав человека, либо есть права человека для всех. Как вы можете выделять какую-то определенную группу и заниматься правами человека, значит, вы не должны здесь работать, как руководитель организации, которая занимается правами человека. То есть есть вот такие интересные тоже вещи, связанные с теми людьми, которые занимаются в каком-то определенном поле, которые работают, но при этом говорят, что права человека только не для всех. Если брать здравоохранение в целом, то вот тут никак не выделяется там ЛГБТ, не ЛГБТ люди. У тебя есть там система страхования у нас сейчас, то есть если ты отчисляешь социальное страхование, то ты можешь пользоваться услугами здравоохранения в любом месте. Если, ну, во-первых, тебе окажут в любом месте медицинскую помощь, либо ты должен быть приписан какой-то определенной поликлинике, и там тебе тоже бесплатно окажут любую медицинскую помощь. Но помимо этого, конечно же, выделяются отдельно услуги для транслюдей, потому что для транслюдей это в рамках законодательства, это Центр психического здоровья, там идут отдельные услуги. Вот, то есть это нужно прийти на комиссию, которая, значит, оценивает высшее состояние. Но, к сожалению, в Казахстане у нас законодательство позволяет поменять документы только после полностью проведенных операций, которые должны включать обязательную стерилизацию. И это, мне кажется, тоже относится напрямую к правам человека, потому что эти операции были признаны во всем мире к пыткам. Мне кажется, важный момент, это в том числе психологическая помощь для ГБТ-людей, да, там, ну, в рамках здравоохранения такого нет. То есть люди могут обратиться, конечно же, в каждой поликлинике есть Центр психического здоровья, к которому могут люди, ну, любой человек просто обратится и так далее. Но сталкиваются со стороны психологов, тоже сталкиваются с дискриминацией, к сожалению. Потому что в целом мы столкнулись с тем, что человек работает психологом 20 лет, и вдруг к нему приходит человек, который говорит о своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности, и получает такие вещи, вплоть до того, что кто-то из психологов должен говорить о том, что это потому, что ты Коран не читаешь. Тебе нужно, значит, молиться, тебе нужно отмолить у Аллаха, значит, все там отмолить, вот, и, значит, иди помолись, потом ко мне придешь, когда все нормально у тебя будет. Вот, это как бы слова психолога. Вот, поэтому это поле непаханное на самом деле, потому что, как бы, в наших реалиях нужно вот всех обучать. Всю систему здравоохранения, психологов в том числе, всех нужно обучать. Слуги здравоохранения не зависят от того, кем ты являешься. Они зависят только от того, отчисляются ли у тебя социальные отчисления, или нет, и все. Вот, но, например, Центр СПИД, вот услуги, которые прописаны по тарифу для МСМ, они не относятся к медицинскому страхованию. То есть, любой может прийти, главное, что ты к ключевой группе относишься, есть у тебя там или нет отчисления, это не важно, ты все равно получишь услуги. Вот, потому что это прописано отдельно, как гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. В принципе, можно сказать, что я как бы видел основание организации. И в самом начале, кстати, тоже был недолго членом руководящего совета, потому что кто-то ушел из совета, я не помню там по каким причинам, и я там два года заменял кого-то. На сегодняшний день, вот сейчас идет такая стабильная работа. И я уже второй раз, вторую каденцию являюсь членом руководящего совета. И первые вот три года мы, у нас был, можно сказать, самый сложный период, потому что там ковид наступил, потом были военные действия, потом были еще какие-то вещи, я уже не помню. То есть на самом деле это штормило просто-напросто там из стороны в сторону. Но тем не менее, руководящий совет выполнял свою работу, и достаточно много сделали, в том числе, я считаю, достижением, что все вместе работали над стратегическим планом организации. То есть стратегический план организации и давали свои рекомендации, в том числе над расширением деятельности E-ком, чтобы помимо здоровья мужчин, которыми E-ком на тот момент занимался, было большое расширение на разные ключевые группы другие, и в том числе огромную часть, чтобы E-ком в том числе работал не только здоровьем, но и правами человека занимался. Коалиция – это орган, который состоит из множества членов. Причем членов прописаны как индивидуальных членов, как инициативных групп, так и организаций. И высшим органом управления коалиции является общее собрание ее членов. То есть все люди, которые вступили в членство организации, являются фактически руководителями этой организации, потому что общее собрание является высшим органом, который может выносить решение, обсуждать, выносить решение и так далее. Но понятно, что все члены организации не могут собираться каждый раз и там что-то решать. Соответственно, в документах прописано то, что все члены ЕКОМ выбирают из своего состава тех людей, которые могут вносить руководящую функцию, то есть могут выносить решения, могут предлагать какие-то вещи как от общего собрания членов, и, например, какие-то стратегические решения, то есть принимать стратегические решения и выносить стратегические решения. Все члены ЕКОМ выбирают, в уставе прописано там от пяти до семи человек, выбирают в руководящий совет, которые как раз-таки представляют всех членов ЕКОМ и являются руководящим органом для того, чтобы принимать стратегические решения. То есть, и, соответственно, этот орган, он является руководящим советом, но при этом, понимая конфликт интересов, это не является работой, то есть это не является должностью, которая оплачивается, то есть все члены руководящего совета занимаются этой работой на безвозмездной основе. То есть, они представляют всех членов ЕКОМ. И, соответственно, выборы происходят тоже по рейтингу, то есть каждый человек сам предлагает себя на выборы, прописывает свою, как это назвать, свой план, что он хотел бы воплотить в руководящем совете. И все члены ЕКОМ могут посмотреть все эти документы и, соответственно, выбрать из предложенных кандидатур того, кто будет представляться в руководящем совете. Моя личная мотивация вступления в руководящий совет, ну, это, наверное, улучшить организацию, поделиться своим опытом, потому что там достаточно большой опыт работы в разных организациях, в разных сферах, профилактике ВИЧ, и, ну, то есть поспособствовать тому, чтобы организация там была крепкой и было усиление организации, да, рост организации, потому что важный момент, когда, если это большая организация, то есть она должна все-таки расширяться, крепнуть и иметь хорошую основу. Одна из целей, это чтобы организация вот ввиду коалиции была достаточно стабильной, да, то есть те решения, которые выносит руководящий совет, чтобы они не вносили какую-то смоту или какой-то дисбаланс в работу организации, чтобы была стабильная работа. С другой стороны, конечно же, хотелось, чтобы организация была достаточно сильной, вот, и в этом плане, то есть мы вот тоже обсуждали это с директором ИКОМ, Италием Жумой, что какие направления деятельности организации выбрать, чтобы иметь достаточно большую серьезную основу коалиции, чтобы было, ну, не бросаться на много-много разных проектов мелких, да, то есть внедрять что-то крупное в организации, чтобы заниматься серьезными вещами, да, то есть лучше, например, чтобы было несколько крупных проектов, чем там 20 мелких. первый совет заключается в том, что нужно быть видимым, то есть если ты хочешь быть активистом или специалистом в какой-то области, вот я, например, себя считаю больше специалистом, чем активистом, и было бы странно, если ты хочешь стать частью руководящего совета или частью коалиции и так далее, но при этом скрываешь свое лицо и скрываешь свою фамилию, да, то есть важный момент быть видимым, быть значимым, да, то есть быть публично персоной, представленным в социальных сетях, открыто говорить свое мнение, и вторая вещь, второй совет, то есть для того, чтобы быть частью руководящего совета, нужно уметь, ну, то есть быть каким-то специалистом в своей области, разбираться в определенных вещах, потому что, например, одна из обязанностей руководящего совета заключается в том, что нужно читать документы, то есть нужно читать все документы, все отчеты и так далее, то есть и помимо того, что нужно читать, нужно еще разбираться, что там написано, то есть если ты являешься специалистом в определенной области, то есть ты можешь понять и разбираться, то есть нужно быть эрутированным достаточно и читающим человеком, понимающим и так далее, но и еще один немаловажный момент, я даже не знаю, как это называть одним словом, потому что ну вот коалиция называется там коалиция гендерного сексуального разнообразия, наверное, важно быть человеком, который принимает разнообразие людей, вот, потому что если человек ну, например, там, воспринимает одних, но не воспринимает других людей, да, то есть, например, там, по гендерной идентичности можешь не воспринимать людей, или, например, по внешнему виду, или по поведению, да, то есть, если ты хочешь быть, ну, в статусе значимого какого-то человека, или там, быть человеком руководящего совета, то, наверное, у тебя должно быть принятие всех идентичности, всех ориентаций и любого поведения человека, то есть, воспринимать таким образом, что это является нормой и, как бы, не критиковать человека за его, там, внешность или поведение.